Неудачи в проведении так называемой спецоперации в Украине обнулили рейтинг министра обороны России Сергея Шойгу. Согласно данным опроса Государственной социологической службы в ЦИОМ, по состоянию на 28 февраля чуть более 11% опрошенных россиян считают, что министру все еще можно доверить решение важных государственных вопросов. Подробнее далее в материале. Рассказы российских пропагандистов о войне с НАТО, борьбе с нацистами или с защите России от мифических врагов, уже не так успешно оказывают влияние на общественное мнение. Ведь количество погибших мобилизованных и отсутствие успехов на фронте говорят куда красноречивее. Этот миф, построенный по якобы второй армии мира, который сотлет в порошок не только Украину, но и захватит и Балтийские страны, и Польшу, и пойдет дальше, чуть ли там не превратит в ядерный пепел Соединенные Штаты Америки. Когда этот миф оказался фейком, когда на деле российская армия не может ничего сделать, не может даже Киев захватить, плюс огромное количество людей, которые погибли, плюс масса всяких разных коррупционных скандалов в Министерстве обороны, ну и плюс, конечно же, отмашка таким людям, как Пригожин, нападать на генералитет, на руководство Министерства обороны, что и привело к чрезвычайно низкому уровню. В результате рейтинги тех, кто руководит войной против Украины, рекордно падают. Так, доверие населения России в феврале этого года, согласно данным в ЦИО, к министру обороны Сергею Шойгу упало до минимума за последние шесть лет и составляет чуть более 11%. К тому же, третий месяц подряд нет Шойгу и в тройке самых популярных российских политиков. Зато теперь он в лидерах антирейтингов. Шесть лет назад рейтинг Шойгу был почти в два раза выше нынешнего. В начале войны с Украиной он тоже был довольно высок. Но на фоне неудач на фронте стал снижаться. Теперь глава Минобороны стабильно входит в тройку лидеров по антирейтингу, чего до войны не случалось никогда. По итогам февраля главе Министерства обороны не доверяют 4,1% россиян. Его опережают Владимир Путин 5,3% и Геннадий Зюганов 7,3%. Передают журналисты Телеграм. Можем объяснить. Помимо неудач на фронте, рейтинг Шойгу падает из-за медийной кампании основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина, развернутой против министра. Пригожин неоднократно обвинял руководство ведомства в военных неудачах, а также в сознательном саботаже поставок боеприпасов для ЧВК. А бои за Бахмут, по мнению Пригожина, довольно ярко продемонстрировали российскому обществу недееспособность российской армии на фоне ЧВК «Вагнер». Конфликт между Минобороны России и финансистом группы «Вагнер» Пригожиным достиг апогея на фоне Бахмутской битвы. Министр обороны Сергей Шойгу и начальник генерального штаба генерал Валерий Герасимов скорее всего воспользуются возможностью, чтобы преднамеренно использовать как элитные, так и состоящие из заключенных силы Вагнера в Бахмуте, чтобы ослабить Пригожина и подорвать его амбиции относительно большего влияния в Кремле. Считают аналитики Institute for the Study of War. Пока рейтинги Шойгу падают, позиции Пригожина укрепляются. В декабре прошлого года, согласно опросу еженедельника «Эксперт», Пригожин был назван самой узнаваемой личностью так называемой спецоперации. В феврале Евгений Пригожин вошел в десятку самых упоминаемых в прессе персон системы «Скан Интерфакса». Одновременно с этим в десятку покинул Сергей Шойгу. Я думаю, что это результат вот этой стратегии Путина разделять и властвовать. И когда он, видимо, почувствовал недовольство и в руководстве Министерства обороны, и недовольство на среднем уровне, менеджментном уровне, он, видимо, просто испугался, что в какой-то момент военные могут выйти из-под контроля. Поэтому ему важно всегда ослаблять свое собственное окружение. Поэтому у него есть Пригожин, у него есть Медведев, у него есть разные люди, которые друг против друга все время воюют, сливают компромат, друг на друга нападают. Путину это нравится. Очевидно, что в таких условиях и Шойга будет слабый, и Пригожин будет слабый, потому что он получил ответ. Сегодня в российском обществе все больше закрепляется мнение, где победа, там Пригожин, где поражение, там Шойгу. При этом выигрыш от этой ситуации остается сам Путин. Ведь таким образом он переключает внимание общества со своей персоной на баталии между Пригожиным и Шойгу, чем снимает с себя ответственность за проигрыши на фронте, считают эксперты.